Дани возвращается с пятым эпизодом четвертого сезона, и это самый короткий эпизод за весь сезон. Длительностью около 30 минут он сосредоточен на ночи, когда убили Сажа, пытаясь выяснить, как именно произошло убийство, что, как надеялись, приведет к ответу на вопрос «Кто?», а не «Почему?». И можно сказать, что трио продвинулось и почувствовало, что стало на шаг ближе с кульминационным финалом, где прозвучал выстрел, и кто-то сказал, что ранен, произошло еще одно убийство. Кроме того, мне кажется, что появился новый подозреваемый, и был момент в эпизоде, заставивший меня об этом задуматься. Давайте погрузимся в этот эпизод и разберем все, что можно было из него вынести. Это «Убийство в здании». Четвертый сезон, пятый эпизод, объяснение концовки. Предупреждаю, это видео будет содержать спойлеры. Концовка эпизода сосредоточилась на озарении Чарльза. В убийстве могли участвовать два человека, а не один. Это было перед нашими глазами весь финал, с намеком на несколько версий главных героев и зеркала, умножающие их. Плюс, фильм снимали сестры-близнецы Трина и Тони, очень похожие друг на друга. Мы узнали, что убийство и избавление от тела Сажа произошло в 12-минутный промежуток, когда Беф получила звонок в 11.07. Саж хотела рассказать ей что-то о недавно одобренном фильме «Только убийство», но Беф не ответила, опасаясь, что это поставит проект под угрозу. Мы знаем, что Саж была в Лос-Анджелесе, на ее столе был билет с прилетом в аэропорт JFK, и она встретилась с Лореттой, работавшей над проектом там, так как они следили друг за другом в соцсетях. Похоже, она могла сделать какое-то открытие, пока была там, и это могло быть той деликатной вещью, о которой она хотела рассказать Чарльзу, но не сделала. Много внимания уделялось тому, что Оливер параноил насчет Лоретты и загадочной руки вокруг нее на фото, в этом эпизоде выяснилось, что это Джек-Джок, очень атлетичный, сильный, популярный и привлекательный, что усилило страхи Оливера. Если главный вывод эпизода в том, что нужны два человека, что если Джек-Джок один из них? Мог ли он быть наемной силой или связан романтически с кем-то из актеров «Только убийство»? Эта теория имеет основания, и я вернусь к ней позже. Мог ли человек, с которым он связан, найти о том, что у Сажа есть информация, угрожающая производству? И так как он мог быть близок с тем, кто хотел ее устранить, он мог оказаться втянутым в это каким-то образом. Если он близок к Лоретте, значит, он мог знать адрес Чарльза. Кажется, этому парню придают огромное значение, но так тонко, что он должен быть связан, верно? На самом деле шоу пошло другим путем, сосредоточившись на отпечатке обуви, найденном в квартире Дудинова. Когда трио пошло в студию, подозревая кого-то из съемочной группы, липкие коврики, которые Ава разложила, чтобы не пускать грязь и пыль, использовали для определения, чья это могла быть обувь. Оказалось, что отпечаток совпал с обувью одной из сестер-братьев. Это удвоение означало, что сестры могли быть замешаны. У Трины и Тони разное телосложение, и это подавалось так, будто одна была стрелком издалека, а другая силачом, которая тащила тело вниз к печи, так как была сильнее. Это показали, когда она легко подняла Оливера и перенесла его. То, что они режиссеры фильма, дает им серьезный мотив убрать Сажа, человека, который мог испортить проект, обещавший им огромный успех. Был момент в эпизоде, когда между сестрами стояла большая коробка, и казалось, что сериал намекает, что там могла быть винтовка, но это выглядит слишком очевидным, чтобы быть правдой. В конце эпизода прозвучал выстрел, и экран стал черным. Кто-то сказал, что в них попали, но я не думаю, что это так на самом деле. То, что все стоят перед зеркалами, наводит на мысль. Если выстрел был, пуля скорее попала в зеркало, а не в человека. Идея фотосессии – умножение. И пуля, попавшая в отражение, а не в человека, вполне в духе этого шоу. В этом эпизоде мы много узнали о Маршале. У него, как и у Мейбл, был синдром самозванца из-за отсутствия цели в жизни. Маршал был очень неловким и изменил внешность, чтобы вписаться. Он носил фальшивую бороду, очки и пытался походить на Чарли Кауфмана, что может намекать на развитие сюжета в этом сезоне. Чарли Кауфман известен как сценарист фильма «Адаптация». Так же называется и этот эпизод. В этом фильме персонаж, писатель Чарли Кауфман, был нанят написать сценарий по книге Ален Ворфруктового сада, но не мог из-за творческого кризиса, тревожности и социальной неловкости. В поисках вдохновения Чарли с братом Дональдом нашли автора и заметили что-то подозрительное при встрече, узнав о ее тайном любовнике. Затем любовник Ален застрелил Дональда, так как братья могли раскрыть темную тайну. Это привело к смерти Дональда и аресту Ален. Меня во всем этом цепляет любовная связь и идея темной тайны. Может, Джек Джонг романтически связан с кем-то из съемочной группы. Саш знала секрет и погибла. Может, этот сезон шоу отражает сюжет экранизации. Новый подозреваемый, замешан ли Глен? Одна деталь, пришедшая мне в голову в этом эпизоде. Глен Стаббинс, дублер Бена Глемора, вдруг появился у квартиры Чарльза. Когда мы видели встречу троицы с Гленом в прошлом эпизоде, они были в баре, куда ходят все каскадеры, и в последний раз мы видели его в задней комнате с доктором Мэгги. Так что он никак не мог знать, где живет Чарльз. Думаю, шоу могло незаметно поместить его там, ведь он может быть одним из двух возможных подозреваемых. Если вспомнить предыдущие сезоны, у Бена и Чарльза никогда не было хороших отношений. Они ссорились на площадке, и между ними даже доходило до физического насилия. Что если смерть Бена и неизвестность убийцы долгое время лишили Гленна работы? И он мог подумать, что виноват Чарльз, особенно из-за того, что Бен с Чарльзом не ладили, и у него мог быть мотив убрать Чарльза. Это может связываться с тем, что Чарльз был настоящей целью, а не обязательно должен был быть Саш. Гленн мог искать дешевое жилье, что и привело его в западную башню, в ту самую комнату. Каждую неделю появляется новая теория о том, кто это мог быть, и этот эпизод подкинул мне такую идею. Думаю, в этом есть доля правды, но нужно копнуть глубже. Так что я пока не сбрасываю эту версию со счетов. Мой обзор эпизода. Я считаю, что это был просто нормальный эпизод шоу. Не думаю, что он лучший в сезоне, но в нем были действительно сильные моменты. Например, мне понравилась кинематографическая реконструкция того, как убийца мог пересечь улицу за 12 минут с участием Чарльза. А также было забавно, как Оливер пытался доказать, что он тоже может это сделать. Единственное, что меня немного разочаровало в этом эпизоде, это хронометраж. Просто не хватило времени, чтобы по-настоящему погрузиться в дело и понять, что происходит. Как я уже сказал, в этом эпизоде появилось несколько теорий, но не было серьезных продвижений, что немного жаль. Я считаю, что игра Молли Шеннон в роли Бефф в этом эпизоде была немного переигранной. Я знаю, что некоторые актеры склонны к мелодраме и подчеркивают свои манеры и физическую игру в этом шоу, как, например, Оливер, но исполнение Молли Шеннон казалось немного плоским, будто она читала по бумажке, что, на мой взгляд, немного разочаровывает. Следующий эпизод шоу называется «Взрыв» и описание крайне туманно. Синопсис гласит, документальный фильм снят братьями-сестрами. Думаю, мы будем смотреть вслепую, не зная, что ждать в день выхода. Мы на середине сезона. Вступая во вторую половину, чувствую, что темп шоу ускорится и, надеюсь, появится больше откровений. Вот и все. Разбор концовки пятой серии четвертого сезона «Только убийства в здании». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok